Дзиеник газета Prauna, Польша. Россия преследует банкиров, которые знают, как Кремль прячет деньги. Збегнев Парафянович, Бартик Гадуславский. Дзиеник газета Prauna, Польша. 4 апреля 2019 года. В Польше задержан бывший вице-президент одного из банков, обслуживавших заграничные компании в России. Другие действующие лица истории, пострадавшие друзья Владимира Путина, ведущие войну спецслужбы американца, которые скрывают на своей территории двух сослуживцев-финансиста. С центрального вокзала в Вене можно уехать практически в любую точку Европы, в Германию через Зальцбург, в итальянский Триест через Грац, в Словакию или Венгрию. 25 января около 8 утра в поезд Собиский, направлявшийся в Гдыню, сел высокий темноволосый мужчина. Он направлялся навстречу в Варшаву. Так по крайней мере он заявил 10 часов спустя в окружной прокуратуре города Абельска-Бяло. Это был россиянин и обладатель кипрского паспорта Ярослав Алексеев. Около полудня после пересечения чешско-польской границы на станции Зибжедовицы его задержали сотрудники пограничной службы. Первым об этой истории месяцем позже сообщил российский портал «Преступная Россия». Спустя несколько дней после публикации обрывочными сведениями о задержании Алексеева начал делиться суд в Бельске-Бялое. Официальные обвинения как нам удалось узнать, слушания по вопросу экстрадиции пройдут 4 апреля. Однако, того, что суд примет какое-то решение ожидать не приходится. Мы получили доступ к материалам дела. Основой для задержания стал ордер от 7 апреля 2017 года. Россиянина объявили в розыск на основе неформального запроса по линии Интерпола. Так называемая рассылка. Российские следователи обвиняют Алексеева в том, что в 2014 году он вступил в состав преступной группы, созданной руководителями Пробизнесбанка Александром Железняком и Сергеем Леонтьевым. Он сам занимал в этой организации пост вице-президента, отвечающего за финансово-корпоративные вопросы. До 2004 года Алексеев работал, в частности, в Газпромбанке и консалтинговой компании Accenture. Любопытно, что его не задержали ранее, хотя в последние два года он находился на территории ЕС, и что он без проблем пересек территорию Австрии и Чехии. Как полагает российский следственный комитет, который обладает статусом спецслужбы, в период между сентябрем 2014 и июлем 2015 года банкиры присвоили 2,4 миллиарда рублей, выдавая кредиты эффективным компаниям. Деньги попадали в итоге на счеты фирм, открытых ими, в частности, на Кипре. Эти деяния подпадают под 4 часть статьи 160 УК РФ, грозить за них может до 10 лет лишения свободы. Спустя две недели после задержания Алексеева запрос на его экстрадицию подал заместитель генерального прокурора России Николай Вениченко. В письме, адресованном польскому генпрокурору и министру юстиции Збегневу Зебро, Збегневу Зебро, он уверяет, что бывший вице-президент Пробизнесбанка получит право на защиту в соответствии с международными стандартами, не будет подвергаться пыткам, а за преступления, в которых его обвиняют. Ему не грозит смертная казнь, на нее в России введен мораторий. Генеральная прокуратура РФ гарантирует, что запрос на экстрадицию не связан с преследованием по политическим, расовым, религиозным или национальным мотивам, пишет Вениченко. Иначе ситуация видится самому подозреваемому и его защитникам. В ближайшие дни в суде города Бельска-Бяло будет рассматриваться вопрос об экстрадиции. Но мы хотим одновременно запустить процедуру предоставления убежища и добиться, чтобы наш клиент получил статус беженца, заявил нашей газете представитель юридической компании Копич Амперсант Заборовский адвокат Мачей Заборовский, Мачей Заборовский, который работает над делом совместно с юристами из России, Великобритании и США. Он полагает, что у себя на родине россиянин не может рассчитывать на честное судебное разбирательство. Кроме того, условия пребывания в российских тюрьмах далеки от стандартов ЕС. Там царит насилие, обычная практика, это выбивание признаний. У нас есть множество доказательств этого, которые мы представим суду. Сейчас мы занимаемся сбором доказательств невиновности нашего клиента и хотим продемонстрировать их на судебных заседаниях в Польше. Находящиеся в деле документы, которые предоставила российская сторона, имеют общий характер и содержат расплывчатые формулировки, а их перевод оставляет желать лучшего, подчеркивает Заборовский. На допросе в прокуратуре Алексеев объяснял польским следователям, что его преследуют по религиозным мотивам. Он принадлежит к последователям организации «Свидетели Иеговы», запрещена в РФ, примечания редакторов. Он также сообщил, что ничего не знает о предъявляемых ему обвинениях, поскольку уехал из России в 2015 году. Как он объясняет наличие второго гражданства? Процедуру получения паспорта Кипра я начал еще тогда, когда работал в Пробизнесбанке. Чтобы получить кипрское гражданство, достаточно приобрести объект недвижимости, стоимостью не менее 500 тысяч евро. «Законность моих доходов проверяли. Никаких вопросов по этому поводу не возникло», – рассказывал россиянин в прокуратуре. Он признал, что знаком с Леонтьевым и Железняком, поскольку в течение 10 лет работал с ними в одном банке. «Я не общался с ними с 2016 года, поскольку у нас нет общих дел, мы даже не поддерживаем близких приятельских отношений. Насколько мне известно, эти люди работают в США, занимаются там своим бизнесом. Я не знал, что меня объявили в розыск. Я не имею никакого отношения к тому, в чем меня обвиняют», – отметил он. Алексеев подтвердил свои показания в суде. Тот решил поместить россиянина под временный арест на 40 дней до 5 марта. Позже этот срок продлили до 25 апреля. По мнению суда, лишь заключение под стражу позволит надлежащим образом провести экстрадиционную процедуру, поскольку Алексеев имеет два гражданства и открытую американскую визу. Его партнерша живет в Венгрии, а он сам владеет квартирой в Испании. Адвокаты предоставили в суд материалы, призванные свидетельствовать о том, что объявления Алексеева в розыск и выдвигаемые российской стороной обвинения связаны с преследованием по религиозному признаку. В апреле 2017 года российский Верховный суд запретил деятельность свидетелей Иеговы, признав ее экстремистской. Мы обратились в Министерство юстиции с вопросом о том, какую позицию занимает Польша в отношении возможной экстрадиции россиянина. Запрос будет передан на рассмотрение ведомства после того, как вступит в силу решение суда. В настоящий момент мы не можем сообщить когда и какое решение будет принято, ответили нам, подчеркнув, что если суд вынесет вердикт о недопустимости выдачи россиянина, ее не произойдет. По данным Министерства, в 2012-2018 годах россияне подали 26 запросов на экстрадицию, и министр юстиции удовлетворил 14. Прокуроры, занимавшиеся магнитским в российском запросе на экстрадицию Алексеева, говорится, что с 2014 года он фигурирует в материалах дела о создании руководством Пробизнесбанка преступной организации. Главными действующими лицами в этой группе называются упоминавшиеся выше Леонтиф и Железняк, а человеком, отвечавшим за непосредственное проведение операций, Алексеев. Проблема в том, что первые двое скрываются с США, а американцы на основе их показания пытаются выяснить, по каким каналам представители российских элит выводят средства из России. В том же самом месте при невыясненных обстоятельствах в ноябре 2009 года умер Сергей Магнитский, бухгалтер, который сообщил о злоупотреблениях российских налоговых органов. Считается, что в изоляторе его убили. В 2012 году британские власти запретили выдавать визы в Великобританию группе чиновников, связанных со смертью Магнитского, а американская палата представителей приняла закон его имени, имеющий аналогичное действие. Сейчас делом Алексеева занимаются, хотя в направленных в Польшу документах их фамилии не значатся, чиновники и следователи, которые входят в список лиц, попавших под американские санкции. Неблагоприятным фактором для россиянина станет то, что, как сообщает российская пресса, против него лоббируют люди из ближнего круга Путина. Рассказывается, что от деятельности Пробизнесбанка пострадал, в частности, известный футболист, бывший тренер российской сборной, а сейчас депутат Думы Валерий Газзев. Что еще важнее, среди пострадавших был также Камова Гумян, бизнес-партнер Артема Чайки, сына российского генерального прокурора. Как пишет в своем расследовании давление России на судебную систему США Андерс Аслунд, Андерс Аслунд, занимающийся темой использования Кремлем американской системы правосудия для преследования политических врагов и бизнес-конкурентов. С 2016 года дело менеджеров Пробизнесбанка курирует заместитель Чайки Виктор Грин, фамилия которого входит в список Магнитского. Аслунд называет Грина главным создателем тайных международных схем, позволяющих выводить деньги за границу окружению семьи российского генпрокурора. С делом Пробизнесбанка, по мнению шведского экономиста, связан также Андрей Павлов из адвокатского бюро Кворум, который сыграл ключевую роль в фабрикации обвинений против Магнитского. Третий пострадавший от деятельности Пробизнесбанка, которого упоминает российский портал РБК, самая яркая фигура. Это знаменитый хоккеист, бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов. Сейчас он стал депутатом Думы и высокопоставленным членом прокремлевской партии «Единая Россия». В прошлом появлялись сообщения, что он вел тесное сотрудничество с криминальным авторитетом и вором в законе Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Умерший в 2002 году американский журналист и автор книги «Красная мафия» Роберт Фридман, Роберт Фридман, писал, что в середине 1990-х годов Япончик занимался крошеванием бизнеса, который вел Фетисов. На фамилию нынешнего депутата в США была, в свою очередь, зарегистрирована компания «Славик Инкорпорейтед», отмывавшая деньги Япончика. Однако Фетисов отрицает, что вез с тем в Америке какие-либо дела. Один из наших российских собеседников говорит, что основная проблема Алексеева не в том, о каких схемах говорится в российских документах, которые получил сбегнев Зебро, а в том, что против него лоббируют влиятельные фигуры из властных кругов. Важны не сами мошеннические схемы, в создании которых обвиняют Алексеева, а то, что близкие к Кремлю люди потеряли серьезные деньги, объясняет наш информатор. Карты Навального проблем Алексеева и людей из Пробизнесбанка в США могут быть также связаны с намерением этой организации финансировать оппозиционного политика и популярного блогера Алексея Навального. Соответствующие переговоры предположительно велись в 2012 году. Изучая этот след, мы наткнулись на информацию о шагах, которые предпринимало в США российское агентство по страхованию вкладов. Оно направило две просьбы о том, чтобы Федеральный суд Нью-Йорка оказал ей правовое содействие в расследовании дела про Бизнесбанк и скрывающихся в США сослуживцев Алексеева. Как писал влиятельный американский журнал Atlantic, проблемы Леонтьева начались тогда, когда он предложил создать дебетовую карту Навального, 1% от всех транзакций по которой направлялся бы в фонд борьбы с коррупцией. Эта организация сильно попортила нервы Кремлю, распространив, в частности, информацию об имуществе премьера Дмитрия Медведева. В августе 2015 года Центробанк отозвал у Пробизнесбанка лицензию. Последовавшие за этим события наводят на мысль, что произошел так называемый рейдерский захват банка, в котором принимали участие государственные организации. Агентство по страхованию вкладов разделило активы Пробизнесбанка между компаниями, связанными с Кремлем. Часть попала, в частности, в Бенбанк. В соответствии с утвержденным планом участия Бенбанку будут переданы обязательства более чем перед 330 тысячами вкладчиками на общую сумму около 25 миллиардов рублей, объявил в августе 2015 года Центробанк. По сообщению портала банки.ру, часть активов передали государственному разгастрах банку и Альфа-банку, которые подозревают в связях с российской разведкой. В 2015 году Бенбанк считался одной из самых успешных финансовых организаций на российском рынке, но в 2017 году оказался практически банкротом, которому понадобилась поддержка государства. В итоге он перешел под его контроль. В 2018 году ирландский экономист Киллиан Дойл, Чиллиан Дойли, писал, что банк использовался для вывода средств в офшоры. Что о мотиве, связанном с Навальным, говорит адвокат Мачей Заборовский. Пробизнесбанк вел свою деятельность в России с 1993 года и считался одним из самых современных банков на российском рынке. Его услугами часто пользовались иностранные, в первую очередь американские, компании. Также он одним из первых занялся в России интернет-переводами. Организация решила создать дочернюю компанию, банк24.ру. Здесь появляется тема сотрудничества с одним из лидеров российской оппозиции, рассказывает Заборовский. Навального часто приглашали на разные торжественные мероприятия. Он выступал там с речами преимущественно антиправительственного содержания. В 2012 году после одной из таких встреч появилась идея создать проект карты Навального. Предполагалось, что 1% от каждой транзакции, проведенной с использованием этой карты, будет поступать в фонд оппозиционера. Проект согласовали, хотя дата начала выпуска карты не объявлялась. О том, что Пробизнесбанк собирается поддержать антиправительственный фонд Навального, сообщил российский журнал GQ. Тогда на наших клиентов начали давить, их пытались склонить отказаться от проекта или вынудить продать свои доли. Они не соглашались делать этого или пойти на сотрудничество с властями. Тогда против них выдвинули уголовное обвинение. Основные фигуранты российского следствия – Леонтьев и Железняк. Но поскольку мой клиент работал в банке менеджером и занимался этим проектом, его обвинили тоже. Такую же версию событий можно обнаружить в российской прессе. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтверждает, что переговоры с менеджерами финансовой группы Life в ее состав входил Пробизнесбанк. На тему карты, о которой говорит Заборовский, действительно велись. В итоге банк отказался от этого проекта. Ярмыш добавляет, что ни он, ни другие связанные с Леонтьевым структуры, не оказывали финансовой поддержки фонду борьбы с коррупцией. Ответы на вопрос о том, как с этим делом может быть связан задержанный в Польше Алексеев, до момента подписания номера в печать мы не получили. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.